МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И дивная мелодия. В столице региона озвучили итоги праздника ненецкой культуры Савасё. В числе конкурсантов жителей Ненецкого и Ямала-Ненецкого округов самому старшему участнику 79. Об этом не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги вторника. В студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Ненецкий округ лидирует в рейтинге Сбербанка среди регионов ССФО по использованию банковских карт при безналичной оплате. Такие данные были озвучены на встрече губернатора ненецкого округа Александра Цибульского с управляющим Архангельским отделением Сбербанка России Игорем Залукаевым. По его словам, достижение лидерской позиции по данному направлению стало возможным благодаря реализации с 2015 года проекта «Безналичный округ», цель которого – предоставить жителям сельских поселений возможность оплаты различных услуг дистанционно. В ходе реализации проекта количество установленных терминаров в Ненецком округе увеличилось почти в три раза. Как отметил глава региона Александр Цибульский, Сбербанк является надежным партнером региона. Во многих проектах есть идея привязать к проекту как можно больше безналичных операций. Это делается в свете приоритетов, которые обозначил президент России в 204-м указе и с учетом реализации основных направлений национальной программы «Цифровая экономика». По итогам встречи Александр Цибульский также предложил активизировать работу в части взаимодействия Фонда поддержки предпринимательства и ПАО «Сбербанк» по предоставлению гарантий и поручительств при получении кредитов субъектами малого и среднего предпринимательства. Александр Цибульский провел встречу с лидерами фракции, представленных в региональном парламенте. Мероприятие прошло по инициативе главы региона. В ходе диалога представители всех политобеднений и собрания депутатов обозначили перед главой округа вопросы, которые требуют принятия совместных решений исполнительной и законодательной власти округа. В частности, руководитель фракции КПРФ Татьяна Федорова обратила внимание у губернатора на ряд проблем, касающихся развития коммунальной инфраструктуры окружной столицы. Представитель «Справедливой России» Наталья Лысакова сообщила о нареканиях со стороны жителей города на качество уборки дворов и улиц от снега. В ходе встречи стороны рассмотрели вопросы оказания бесплатной юридической помощи отдельным категориям граждан, проживающих в регионе, по мнению парламентариев. С учетом выездных консультаций в сельские населенные пункты, штат сотрудников Госбюро не справляется с объемом состоящих перед ними задач и нуждается в расширении. С этим предложением депутатов глава региона согласился. По предложению председателя фракции «Справедливая Россия» Натальи Лысаковой, депутаты договорились объединить работу парламентских представительств в собрании, создав совет руководителей фракции. Он будет нацелен на построение согласованной работы фракции в собрании, их взаимодействия в законодательном процессе и обмен опытом парламентской деятельности. Сегодня состоялось заседание постоянной комиссии собрания депутатов по экономической политике и бюджету. Одна из главных тем – цифровое развитие региона, в частности, народные избранники говорили о реализации проекта «Цифровой паспорт жителя Нинецкого округа». Кроме того, обсуждали очередные поправки в местный бюджет. Цифровизацией Нинецкого округа будет заниматься новый департамент цифрового развития связей и массовых коммуникаций. Он начнет свою работу с 1 апреля. Планы амбициозные. Бесперебойными каналами связи планируется обеспечить все населенные пункты округа. На строительство волоконно-оптических линий связи Министерством цифрового развития России региона будет выделено более 4 миллиардов рублей. Округ имеет достаточно хорошие позиции в рейтинге цифровой трансформации по отношению к другим субъектам. У этого есть объективные причины. Первое – это достаточно хорошее качество менеджмента, это я вам объективно могу сказать, которое существует в округе в этом отношении. И второе – то, что округ действительно у нас маленький, удобный в плане цифровой трансформации, и что отрадно не бедный, то есть у округ достаточно большие средства осигнают на эти цели. Также в департаменте разрабатываются такие проекты, как цифровой паспорт жителя Ниньского округа. Это электронная карточка, в которую будут занесены все льготы и платежи. Расширение сети многофункциональных центров по всему округу, в частности в сельских населенных пунктах, а также создание сети передач данных для проекта «Умный город». Свет, который умный свет, который на улице, умное уличное освещение, которое работает так, с такой яркостью, и тогда, когда это необходимо для тех, которые этим освещением пользуются, например, для проходящих граждан. Это на сегодняшний день доступные технологии, и в частности в партнерстве с компанией «Ростелеком», с которой в округе заключено соглашение, будет реализовывать в ближайшее время уже… В целом, Иван Болтенков отметил, что работа департамента будет направлена на улучшение качества жизни жителей округа, в том числе максимально упростить общение граждан с органами власти, создать комфортные условия проживания. Также на заседании были рассмотрены поправки в бюджет Ненецкого округа. В частности, предлагается выделить деньги на проведение текущего и капитального ремонта в образовательных учреждениях, на организацию отдыха детей в период каникул, на реконструкцию улицы Авиаторов в цели достижения показателей национального проекта «Безопасные и качественные дороги», а также на проведение комплексного технического обследования 47 многоквартирных домов, включенных в третий и четвертый этапы реализации региональной программы капитального ремонта. Наталья Кислякова, Антон Водряков, Телеканал «Север». В Наринваре отметили День войск Национальной гвардии. Их история начиналась в Санкт-Петербурге, где 27 марта 1811 года император Александр I подписал указ о формировании батальонов внутренней стражи. В настоящее время подразделения округа представляют слаженные мобильные подразделения, оснащенные современным вооружением и техникой, готовые успешно выполнить задачи по обеспечению безопасности и государственной целостности России в любых условиях. Отдел Федеральной службы войск Национальной гвардии по Ненинскому округу был сформирован на основании указа президента в 2016 году. Спустя два года отдел был переформирован в управление. Как отметил на торжественном мероприятии, приуроченном к празднику глава региона Александр Цибульский, создание войск Национальной гвардии стало оперативным ответом на вызов современности. Надо сказать, что за три года существования Росгвардии ваша служба уже получила высокое доверие президента и граждан, и заслужила достойную репутацию слаженной, эффективной и способной противодействовать преступности и решать зачастую самые сложные задачи, частью и с честью нести традиции внутренних войск МВД России. Всего за 2018 год управлением Федеральной службы войск Национальной гвардии по Ненинскому округу выполнено 27 задач по обеспечению общественной безопасности при приведении культурно-зрелищных мероприятий, две по осуществлению поисковых мероприятий пропавших без вести граждан. Группами задержания отдела вневедомственной охраны в 2018 году осуществлено более 850 выездов по заявкам оперативных дежурных управления МВД на происшествия. Пресечено 10 преступлений в 861 административное правонарушение. Особое внимание управления обращено на работу по предоставлению государственных услуг и исполнению государственных функций по контролю в 2018 году. Владельцы гражданского оружия допущено 28 утрат огнестрельного оружия. Утраченное оружие поставили на учет в информационном центре МВД России по НОО. Владельцы оружия, допустившие утрату огнестрельного оружия, привлечены к административной ответственности. В соответствии с постановлением администрации Ненинского автономного округа об утверждении долгосрочной целевой программы комплексной программы профилактики на территории Ниньского автономного округа. За отчетный период 2018 года добровольно сдано 13 единиц агрессивного оружия на общую сумму 52 тысячи рублей. На постоянной основе проводится работа по осуществлению федерального государственного контроля за обеспечением безопасности объектов топливно-энергетического комплекса, за деятельностью подразделения охраны юридических лиц с особыми уставными задачами и подразделений ведомственной охраны. На Лайвожской дороге рядом с центром арктического туризма сгорел большегрузный автомобиль. ЧП произошло накануне вечером. МАЗ, груженный цементом, направлялся в сторону Нарейдмара. В какой-то момент машина резко вспыхнула. Водители и двое пассажиров вовремя успели выбраться из салона. Они незамедлительно вызвали экстренные службы. На то, чтобы ликвидировать пожар, сотрудникам МЧС потребовалось порядка часа. Вчера около 9 вечера на пульт пожарной части, на диспетчера, поступило сообщение о возгорании автомобиля на Лайвожской дороге, грузового автомобиля. По сообщению выехал туда дежурный караул, приняли меры к тушению, то есть автомобиль был потушен. В результате происшествия наиболее пострадало от кабина. Водитель вовремя эвакуировался, то есть травм не пострадал, без жертв обошлось происшествие. В настоящее время на месте происшествия у нас работает дознаватель, то есть собирает материал для выяснения причин данного происшествия. В результате пожара самосвал практически полностью уничтожен огнем, а особенно сильно пострадала кабина и салон автомобиля. Безопасное освоение Арктики, снижение воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. Эти и другие темы обсудили участники форума «Эко Арктика-2019», который состоялся в столице региона. Мероприятие служит площадкой для открытого диалога со всеми заинтересованными сторонами. Один из основных блоков выступления участников форума посвящен теме обеспечения экологической безопасности и сохранения экосистемы Арктики. Недропользователи рассказали о результатах наблюдений за морскими млекопитающими на лицензионных участках недропользователей в Красном море. По данным за 2017 год, во время исследований никаких инцидентов с животными не зафиксировано. Обсудили основы экологической безопасности при выполнении геолого-разведочных работ. До начала обустройства месторождений необходимо провести эколого-рыбохозяйственные исследования, а затем разработать программу мониторинга. Ну а непосредственно сами геолого-разведочные работы всегда сопровождаются тщательным контролем за всем процессами. Важен и постоянный мониторинг водоемов. Например, в Баренцевом море оценку состояния проводят при помощи инновационных технологий. Прежде всего, это беспилотные аппараты атомного плавания. Они позволяют собрать больший объем необходимых данных, причем максимально точных. В течение двух лет испытывали три аппарата. Подводный планер, который ныряет на глубину до одного километра, парусный буй и волновой буй. Аппараты, как раз инновационность в том, что не нужно присутствовать человека именно в море, для того, чтобы они отбирали пробы, передавали их на берег, собственно, с чем мы уже потом работали. В прошлом году они у нас отработали полгода. Каждые два месяца мы их вылавливали под зарядку, но, собственно, уже доказали свою эффективность. Очень хотим попробовать их, по крайней мере, ныряльщик, чтобы поработал в ледовых условиях. Один из главных вопросов, которые озвучили представители власти, выслушав доклады участников форума, как обстоит ситуация с уборкой экологического мусора. Недропользователи заверили, что работа в этом направлении проводится регулярно. Подводя итоги круглого стола, его участники отмечают, такие масштабные тематические мероприятия крайне полезны и должны проводиться регулярно. Ведь здесь не только происходит обмен опытом, но и формулируются важные рекомендации, направленные на улучшение экологической обстановки в арктической зоне. Мы заинтересованы в том плане, что как жители Арктики и традиционные природопользователи Арктики, мы тоже заинтересованы безопасным освоением наших территорий, обеспечением экологической безопасности и развития наших территорий за счет промышленного освоения. Форум «Эко Арктика» проводится с 2017 года. За это время в мероприятиях приняли участие более 2000 человек, половина из них – малочисленные народы Севера. Около 400 школьников посетили профориендационные лекции. В Наринмар с победой вернулся образцовый ансамбль «Лошкарей-Ладушки». Ребята выезжали на седьмой международный конкурс «Фестиваль музыкально-художественного творчества «Золото Балтики», который проходил в Калининграде. Ансамбль покорил зрителей своим исполнением и получил гран-при конкурса. О секретах успеха ребята рассказали нашей съемочной группе, которая встретила победителей в аэропорту. Виртуозная игра «Лошкарей» из Тельвиски принесла заслуженную награду. Гран-при в номинации «Инструментальное творчество» и грант в 20 тысяч рублей на международный конкурс-фестиваль «Русская сказка». И потом объявляют гран-при образцовый ансамбль «Лошкарей». Эмоций было море. Мы вышли на сцену, радости, зааплодировал. Это было, ну, словами, мне кажется, не передать. А если и передать, то... Да, кричали на бис, то есть аплодировали. Стоя, зал, мы зал смотрим, просто стоит, кричат на бис, аплодирует. Еще одна наша землячка Анастасия Шатровская. С русской народной композицией «Я любила сокола» покорила зрителей и завоевала диплом лауреата первой степени в номинации «Народный вокал» и специальный приз за высокий уровень исполнительского мастерства. Участников было очень много, с разных городов. Это была Тюмень, это был Казахстан, это был сам Калининград участвовал. Якутия была, Салихарт, со всей России много было участников и очень много было сильных ребят. И конкуренция, конечно, была достойная. Просто было интересно что-то посмотреть, самим показаться, что-то взять. Подготовка к фестивалю шла долгая и порой тяжелая. Руководитель ансамбля Галина Дуркина признается, итоговый номер на выступление подготавливался за два дня до вылета. Как-то мы все закрутили, завертели, потому что была командица пока одна, но за два дня, я говорю, парни, с ума не сходим, все сели. Я сказала, что давайте сделаем так, добавим, вот, мастерская, двеная мастера, добавим там еще бревно, из бревно делает ложки, поварешки. И пошло, пошло, потом вот он бревно берет, работает бревно. Но это был такой шик, почему, когда я спросила, говорила члену журения, объясняю, что ведь гран-при дается не то, что там все хорошо, красиво, но еще и за какую-то изюминку, за артистизм, за умение подать номер так, чтобы зал стоя аплодировал им. Конкурс-фестиваль «Золото Балтики» проводится с целью выявления и поддержки талантливой молодежи, популяризации искусства, а также открытия новых имен и талантов. Наталья Кислякова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». В Заполярной столице подвели итоги праздника ненецкой культуры «Сава-Сё», что в переводе – «Дивная мелодия». Его участниками стали жители нашего региона и Ямала-Ненецкого округа от 5 до 79 лет. Некоторые вокалисты побывали на празднике впервые. Участие в конкурсе приняли более 60 исполнителей. Вокалисты соревновались в номинациях «Сольное старинное исполнение», «Сольное современное исполнение», «Вокально-инструментальный ансамбль» и «Коллективное старинное исполнение». По традиции все номера должны были исполняться на ненецком языке. Праздник «Сава-Сё» проводится в Заполярье уже в девятый раз и набирает популярность. Уникальность нашего фестиваля в том, в первую очередь, что у нас исполняются эпические ненецкие песни. В обычной жизни они уже не исполняются. Они исполняются в чуме, например, в тундре, среди кочевых людей. Потому что эта песня исполняется у костра, то есть у очага. Холодными вечерами, зимними собираются ненцы в тюме и поют эпические песни. Почему они их поют? Потому что они рассказывают судьбу, сьям, сьям, сьям. Они рассказывают о истории ненецкого народа. Они рассказывают какие-то семейные, то есть родовые песни. И они передаются из рода в род. Добавлю, традиционный конкурс ненецкой культуры в этом году превращен к Международному году языков коренных народов мира. Теперь о спорте. В Наринмаре подвели итоги конкурса, организованного Федерацией бокса ненецкого округа. Чтобы выиграть главный приз, профессиональную экипировку для тренировок участникам необходимо было опубликовать в одной из популярных социальных сетей оригинальный фотоснимок в боксерских перчатках. В финал попали три человека. Именно между ними и развернулась борьба за первое место. В итоге с небольшим отрывом всего в несколько голосов победу одержал Николай Лотоцкий. Родители начинающего боксера признаются, что проведение конкурса они узнали абсолютно случайно. Супруга увидела, вступила в группу, увидели конкурс. Я сфотографировал со своими старыми перчатками. И в принципе все. Попали, как говорится, в полуфинал. Три фотографии. Ну и все. И люди начали голосовать. Раньше тоже занимался. Тоже в Норде занимался. Поэтому думаю, что было... По ним видно, что они такие старенькие уже, матерые. Поэтому других пока не было. Так вот сейчас будут новые. Профессиональный комплект для тренировок победителю фотоконкурса лично вручил президент Федерации бокса Ненецкого округа Илья Астахов. Смысл конкурса заключался в том, чтобы привлечь массовую аудиторию для занятий боксом, чтобы популяризировать бокс в нашем регионе. Потому что на сегодняшний день заниматься боксом модно, правильно. Это довольно-таки огромный потенциал, который позволяет детям в дальнейшем поступить в вузы, позволяет им, собственно говоря, найти свою дорогу в жизни. Ну и просто чувствовать себя комфортно. Потому что это такие дисциплины, такие виды единоборств, как бокс, самбо, борьба. Они, конечно, закаляют характер ребенка, мужчины в целом. Примерив новенькие перчатки, Николай тут же встал в стойку и продемонстрировал свои навыки. Юный боксер заявил, что данным видом спорта начал заниматься буквально несколько недель назад. Я хотел так-то кикбоксировать, но здесь его вроде нету. Но я пошел на бокс. Уже это, по-моему, либо шестое, либо пятое занятие. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего.